Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Трассе «Быть» в Екатеринбурге подписали соглашение по строительству дороги и моста через Волгу. Идут по графику. Строительство детских садов на Алматинской и Ташкентской в Самаре подходит к завершению. Смокинг Джеймса Бонда и эксклюзивные платья ручной работы. В Самаре открылась выставка «60 лет итальянской моды». На минувшей неделе подписано соглашение по строительству дороги и моста через Волгу. Это стало центральным событием международной специализированной выставки «Дорога-2019». Документ подписан в присутствии председателя правительства России Дмитрия Медведева, министра транспорта России Евгения Дитриха и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подробности в нашем следующем сюжете. Новая трасса изначально планировалась в обход Самарского региона по территории соседнего субъекта. Однако губернатору Дмитрию Азарову удалось убедить федеральный центр в необходимости прохождения новой трассы по территории Самарской области. Глава региона этот вопрос неоднократно обсуждал с президентом Владимиром Путиным и заручился его поддержкой. Партнером Самарской области в реализации ключевого инфраструктурного проекта стала концессионная компания «Обход Тольятти». Общая длина новой трассы составит 102 километра, в том числе протяженность моста почти 4 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М5 «Урал» к Ульяновску, на левом с М5 «Урал». Предварительная стоимость работы оценивается в 120 миллиардов рублей. Завершение строительства запланировано на 2024 год. Мы рассчитываем, что этот проект даст новый импульс развития Самарской области в целом, городскому кругу Тольятти, особо экономической зоны Тольятти. В реализации этого проекта заинтересовано все государство, Российская Федерация. Для того, чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область предпринимает шаги, опережающие шаги. Специализированная выставка «Дорога-2019» – крупнейшее событие дорожной сферы России. Здесь ведущие компании презентуют свои достижения. На выставке работает и площадка Самарской области. В числе главных тем деловой программы – реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Самарском регионе до 2024 года запланированы ремонт, строительство и реконструкция 460 километров дорог. Первые результаты национального проекта уже заметны. Показатели аварийности на автомагистралях снижаются. Все работы в рамках национального проекта, запланированный на 2019 год, уже выполнены. Елена Малютина, Лариса Шалафаст, События. В Самаре завершается строительство детских садов на Алма-Атинской и Ташкентской. Рабочие приступили к покраске фасадов и благоустройству территорий. Продолжают внутреннюю отделку. Когда ждать открытия дошкольных учреждений, расскажет Андрей Горгуленко. Много сенсорных комнат, современные игровые зоны, просторные музыкальные и спортивные залы. Все это будет в новом детском саду, что во дворе дома по Алма-Атинской. Евгения Горохова, заведующая детским садом номер 462, в чьем управлении будет этот корпус, на стройплощадку приезжает каждую неделю и с нетерпением ждет, когда здание будет полностью готово. В нашем саду, в котором я работаю, нет ясельных групп совсем. Только дошкольные группы. А вот здесь ясельные группы. И наши даже родители, которые стоят на очереди, ждут этого детского сада, чтобы сюда перейти. Я думаю, что некоторые даже родители придут к нам работать. Тем самым решат свои проблемы трудоустройства. Пока руководство детского сада решает кадровый вопрос, строители продолжают свою работу. Во дворе завершается устройство наружных сетей, после чего на следующей неделе начнут уже и территорию приводить в порядок. В самом здании полным ходом идет внутренняя отделка. Стены подготовили к покраске, установили все двери и продолжают стелить покрытие на полах. Затем уже приступят к установке оборудования в спортивные и музыкальные залы, в игровые и спальные комнаты, в пищеблоке и прачечной. Он строится по современным нормам. Тут все будет новое технологичное оборудование, в том числе игровые комнаты для детей, игровая территория уличная для детей. На данный момент садик отвечает всем действующим нормам. Всем современным нормам будет отвечать и детский сад во дворе дома номер 114 по улице Ташкентской. Здесь закончены работы по пароизоляции и стяжке крыши. В конце октября завершат установку яркой, особенной детали здания – больших витражных окон. К покраске фасаду уже приступили, как и к установке инженерных систем. Там у меня фасад уже, завершающая покраска уже встает. И у меня сейчас фасад остался только вот эта сторона и вот эта, в теплите. Там уже накид он тоже. А с контуром что, с этим витражом? Витраж у меня конец октября, но я сегодня его временным полаганием закрываю. Строительство детских садов в Самаре идет на средства, выделенные по национальному проекту «Демография», утвержденного президентским указом. Все работы ежедневно контролируют городские власти. Каждую неделю на стройплощадку с проверкой приезжает и глава Самары Елена Лапушкина. Оба учреждения рассчитаны на 240 мест. Заниматься в них смогут и маломобильные дети. Здесь предусмотрено специальное оборудование и лифты. Оба объекта обещают сдать в декабре этого года. А уже в будущем году здесь в песочницах будут играться дети. А пока с песком возятся строители. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В школе на пятой просеке быть. Земельный участок под строительство образовательного учреждения в Самаре будет безвозмездно передан из федеральной в муниципальную собственность. Соответствующее распоряжение подписано. Подробности в нашем следующем сюжете. Территория спортивно-оздоровительного лагеря «Экономист» передана из федеральной собственности в муниципальную. Теперь здесь можно возвести школу, которой мечтают жители пятой просеки. Сейчас началась предпроектная работа и проводится обследование участка отведенного под строительство. В ближайший месяц будут объявлены торги, чтобы найти подрядчика, который займется проектированием. Действительно, работы на данном участке начнутся в ближайшее время по подготовке, расчистке от той растительности, которая там находится, только под те части этого участка, на которых будет непосредственно размещаться школа. Эти работы начнутся даже чуть ранее, чем будет общий контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Школу построят на деньги национального проекта образования. Президентская программа по строительству и обновлению школ, в которой активно участвует и Самарская область, действует до 2025 года. В прошлом году в регионе открылись два учебных заведения, в этом году еще три. У нас наиволе остро стоит вопрос сегодня в городе Самаре. Именно там чувствуется острая нехватка школ, именно там есть у нас образовательные учреждения, которых учатся в две смены. И, конечно, там нужно решать вопрос. Поэтому мы концентрируем свои усилия. Уверен, что в следующем году приступим к строительству школ, например, в Октябрьском районе города Самар. Начало строительства школы на пятой просеке запланировано на второе полугодие 2020 года. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Активно развивается и микрорайон Волгарь. Появляются новые дома, садики и школы. Активно строятся дороги. Ход работ проверила Мария Левина. Таисия Захарова переехала в Волгарь четыре года назад из исторического центра города. Она застала большую часть перемен, которые произошли в микрорайоне. Рассказывает, когда только заехала, не расставалась с резиновыми сапогами. Конечно, поменялось все кардинально. Мы приехали вот три года назад. Правильно, здесь и дороги не было, и ливневки не работали как следует. Приходила за болотных сапогах. Ну, а так, слава богу. Теперь болотные сапоги можно запрятать в шкаф. Дорога будущего. В Волгаре появилась трасса, которая призвана соединить жилой квартал с долгожданным детским садом, строительство которого вовсю идет. И с новыми домами, строительство которых пока только в планах. Дорогу на улице Александра Солженицына делали всего четыре месяца. Для высокой прочности положили два слоя асфальта. Обустроили ливневку. Обслуживать участок будут городские власти. Подрядчик за качество отвечает не просто словами. Гарантия пять лет. Для увеличения срока службы верхний слой асфальтобетонного покрытия выполнен с применением полимерно-битумных вяжущих. Подумали и о безопасности. Установили дорожные знаки, пешеходные ограждения, появилось освещение. 149 фонарей установили и на первой очереди улица Осетинская. Все это появилось в Волгаре благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Он был утвержден указом президента Владимира Путина. Еще один надпроект демографии обеспечит местных малышей местами в детсаду. Его строительство уже активно идет. Фундамент здания обещают закончить уже в этом году. Посещать сад смогут 215 маленьких жителей Волгаря. В планах строительство еще одного важного социального объекта – поликлиники на 700 посещений в смену. Министерство строительства направило заявку об участии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с поликлиникой на 700 мест в рамках строительства данного микрорайона. Очень ждем, очень надеемся, что все-таки денежные средства будут выделены, поскольку поликлиника, и это подтверждает Министерство здравоохранения Самарской области, нужна в данном микрорайоне. Микрорайон рассчитан на 80 тысяч жителей. 30 тысяч уже здесь поселились. До конца этого года планируют закончить строительство еще трех дорог – ведущий к парку «Дружба народов» на улице Народная и улице Виталия Толобаева. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События. Идут с опережением. Участок улицы Победы от проспекта Кирова до улицы Нового вокзальной начали ремонтировать уже в этом году. Хотя запланирован он был на 2020-й. Работы выполняет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке сделают и расширение дороги. Андрей Горгуленко побывал на ремонтном участке. Плотное движение на улице Победы – ситуация, знакомая каждому Самарцу. Затрудняют его, особенно в пиковые часы. Автомобили, поворачивающие налево, и общественный транспорт, который при остановке занимает целую полосу для движения. Решить эти проблемы можно. После ремонта улицы здесь появятся карманы для общественного транспорта, в которые легко поместятся даже троллейбусы. И специальное уширение дороги для тех, кто сворачивает с прямого пути. Всего на улице Победы от проспекта Кирова до Нового вокзальной построят семь остановочных карманов и четыре полосы для поворота. На пересечениях с Краснодонской, Воронежской и Калинина. Участки, где готовят основания для расширения дороги, уже ограждены и сформированы. Автомобилисты с оптимизмом ожидают завершения работ. Это будет меньше, если будет, конечно, транспорт, городской транспорт. Заезжать в этот карман, конечно. Но изменения есть, и сейчас стала комфортная дорога, и безопасность, соответственно. В связи с тем, что первую очередь улицы Победы от Елизарова до проспекта Кирова подрядчик сделал точно по графику, было решено ко второй очереди приступить уже сейчас, не откладывая на следующий год. В планах ремонт дорожного полотна, расширение дороги и частичная замена бортового камня. Почему частичная? Потому что на данном участке были застой воды, и профиль мы изменяем, сделаем так, чтобы устранить данный застой воды. Еще до этого отметки в проезжей части меняются, и происходит производить замену бортового камня. Ремонт улицы Победы выполняют на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по новым контрактам трехлетнего жизненного цикла. После завершения капремонта дорогу в течение трех лет будут полностью содержать подрядчики. Подрядная организация с августа месяца приступила к содержанию дороги на всем участке от Елизарова до Гагарина. Они выполняют карточный, ямочный ремонт, также производят опиловку деревьев, покос газонов. В общем, весь комплекс работ, которые входят, они выполняют. Контролируют ход работ ежедневно. Срок сдачи участка от проспекта Кирова до улицы Нововокзальной остался без изменений. Октябрь 2020 года. В следующем году здесь планируют ремонт тротуаров и газонов. Схемы движения на этом участке изменятся. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В микрорайоне Новая Самара завершился нулевой цикл строительства школы. Как идут работы, оценили общественники и сотрудники профильных городских департаментов. Итоги узнал наш корреспондент. У самарца Андрея Весенко сын и дочь. Семья перебралась в жилой микрорайон Самара два года назад. Естественные однушки в просторную трехкомнатную квартиру. Мужчина говорит, условия для жизни здесь отличные. Важно и то, что скоро здесь откроют школу. Живет в целом хорошо. Инфраструктура развитая. Вот Миша подрастает как раз. Я надеюсь, 7 лет пойдет в школу именно в этом районе. Как идет строительство школы, оценили сотрудники профильных городских департаментов. Здание возводят на средства национального проекта «Жилье и городская среда». Ведь главная цель нацпроекта – обеспечить граждан доступным и качественным жильем. Как говорит застройщик, школа будет отвечать всем современным требованиям. Она будет самая современная. У школы большой спортивный зал. Кроме того, спортивная площадка, большое футбольное поле на дворе. Будет баскетбольная и волейбольная площадка. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1200 школьников, которые будут учиться в одну смену. Сейчас уже возведен фундамент и идет монтаж плит подвальных перекрытий. Трехэтажная школа возводится на участке, находящемся в муниципальной собственности. Мы идем полностью в графике строительства данного объекта. Объект полностью обеспечен финансированием из средств федерального, областного и местного бюджетов. Государство вкладывает в строительство социальные инфраструктуры, бюджетные средства взамен от застройщика. Она требует оперативного строительства и ввода жилья новых квадратных метров, качественного нового жилья. За работами наблюдают и общественники. Мы увидели то, что нулевой цикл закончен, мы вышли из земли, мы увидели, как уже начинают первые кирпичи ложиться. Мы обратили внимание на то, что строительство ведется не просто высокими темпами, а то, что оно ведется очень упорядоченно. Также состоялось открытие шкафа книгообмена для жителей микрорайона Новая Самара. Благодаря акции «Новая орбита книг» здесь будут доступны более полутысячи книг. А школа откроет свои двери в конце 2020 года. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События. Градус на термометре опускается с каждым днем. Тема отопления становится все более актуальной. Чтобы в новом отопительном сезоне тепло оставалось во всех домах, сейчас тестируют оборудование. Мобильную теплостанцию испытала Мария Левина. Тепла хватит на всех. Такая мобильная котельная способна отопить пять больших девятиэтажных домов. В Самаре таких передвижных теплостанций шесть. Четыре принадлежат городским властям, две – теплоэнергетической компании. Коммунальщики тренировались сегодня работать слаженно. Мобильные котельные развернули возле двух домов – на Смышляевском шоссе и улице Дальняя. Проверить оперативный служб приехал вице-мэр. Для того, чтобы персонал был обучен и могли в кратчайшие сроки дать тепло по резервному теплоисточнику. Заглянул Владимир Василенко и в квартиры, чтобы убедиться, что все в порядке. Вот стоит, здесь мы модуль поставили и… А, вот эту? Да, да, да. Вот в случае, если заводская котельная, скажем так, перестанет топить, мы ваш дом перехватили на модуль. Внутри небольшого, на первый взгляд, пургона жизнь кипит. Работает котел, насосы и другое оборудование, необходимое для подачи тепла. Огромное производство в мини-формате. Машины с оборудованием стоят в разных частях города, чтобы максимально быстро реагировать на аварии. Такая теплостанция полностью готова к работе всего за три часа. Она удобна тем, что можно ее доставить практически в любую точку и подключить, чтобы объект сразу получил теплоснабжение. Работать такая машина может на протяжении всего отопительного сезона, но, как правило, такой необходимости нет. Максимальный срок ее использования – три недели. Подобные масштабные тренировки в Самаре проходят ежегодно. Мария Левина, Максим Гусев, События. Уникальный мальчик Даниил Хачатуров поет на 13 языках. Кроме того, сам пишет песни. С одной из них в этом году занял второе место на отборочном туре российского детского Евровидения. Многодетная семья Хачатуровых из Самары знает, как распознать талант в детях. Секретом они поделились с Еленой Малютиной. Здесь у нас живут кубки, которые Данька заработала на разных мероприятиях, на разных конкурсах, проектах. И вот здесь вот самые знаковые мы оставили, те, которые достаточно редкие, скажем так. Самые знаковые – гран-при «Добрая волна», фестиваль телевизионный, показывали нас в том году. Организованы Игорем Яковлевичем Крутым. Особые таланты, гран-при. Все эти награды принадлежат Данилу Хачатурову. Он потерял зрение еще в младенчестве. Тогда у него обнаружили злокачественную опухоль. Врачи смогли справиться с этим недугом, но зрение сохранить не удалось. Сейчас Данил занимается вокалом и может исполнить любую песню на 13 языках. Владеет как классическим репертуаром, так и современным. Сам пишет песни. С одной из них в этом году занял второе место на отборочном туре российского детского Евровидения. Его мама говорит, поддержку зрителей не забудет никогда. Около четырех суток я практически вообще не спала, потому что голосовала вся Россия. И люди так включились в это голосование, что они переживали настолько, что каждый скачок этих процентов. Все звонили, с Цехалина звонили, звонили с Крыма. Все организации незрячих, все организации колясочников, все, которые есть сеть по России, они все участвовали, все переживали, все писали. И понятно, что нужно было людям отвечать, давать обратный отзыв. Это очень знаково для нас, потому что песни у остальных ребят были написаны настоящими композиторами, музыкантами. И то, что он сделал сам, это, конечно, важно для нас. Мальчик играет на фортепиано, баяне, любит слушать орган. Его звуки он сравнивает с прыжком в бездну. Из отечественных исполнителей нравится творчество Дмитрия Хворостовского. Есть любимые исполнители и среди зарубежных. Из зарубежных исполнителей мне нравится совершенно разная музыка. Мне нравится Лущана Поворотти, Лущана Делла, Андреа Бачери, Стив Уандер, Элла Фиджеральд. Почему мне нравятся Стив Уандер и Рэй Чарльз, потому что вот иногда говорят, что вот незрячий, они действительно очень круто поют. И иногда говорят, вот незрячий, жалкий. А что Стив Уандер жалкий, что ли, я вот не понимаю. Мне кажется, не жалкий совсем. Несмотря на слепоту, Данил Хачатуров прекрасно владеет компьютером, смартфоном, ведет соцсети и любит изучать иностранные языки. Я сказала, что меня зовут Данил Хачатуров, мне 20 лет. Мое китайское имя Ту Син Ци. И я сказала, что я живу в городе Самара, который стоит на берегу прекрасной реки Волги. Младшие братья, четырехлетние двойняшки Лев и Георгий во всем подражают Данилу. Они ходят на танцы и в музыкальную школу, планируют изучать английский язык. Хачатуровы рассказывают, ощутимую поддержку получают от государства. Компенсации на оплату ЖКХ и проезда школьников. Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих ребенка от полутора до трех лет, которые не посещают детский сад. А также семья воспользовалась семейным региональным капиталом в размере 100 тысяч рублей. Получала ежемесячную выплату и на третьего ребенка до достижения им трех лет. Даниилу также положена пенсия из-за инвалидности, а его маме – пособие по уходу. И это не весь перечень мер соцподдержки многодетных семей в Самарской области. Мера соцподдержки является, конечно, дополнительным стимулом для рождаемости детей. Но самое важное все-таки – это желание родителей рожать как можно больше детей. Сейчас в Самарской области проживает около 24 тысяч многодетных семей. Все они почувствовали финансовую помощь государства благодаря реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держит на контроле его реализацию. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Смокинг Джеймса Бонда и эксклюзивные платья ручной работы от именитых итальянских дизайнеров. В Самаре открылась выставка «60 лет итальянской моды». Уникальные наряды увидела и наша съемочная группа. Уникальный симбиоз двух платьев разных дизайнеров, созданный на заказ в 50-х годах, представляет собой часть итальянской истории. Идея была воплощена в жизнь модными домами Фенди и Артурио Бонфанда, а последнего уже не существует. Платья сами по себе уже исторический раритет и являются олицетворением бренда «Сделано в Италии». Мы захотели представить историю итальянской моды с 50-х годов. Здесь представлены самые знаменитые имена из мира итальянской моды. Сестры Фонтана, Версачи, Армани, Дольче Габбана, Валентина, Ферре, Прадо, Гуччи. Каждое творение, представленное здесь, давно вошло в энциклопедию моды. Ручная работа – основа итальянской фэшн-индустрии. Поэтому внимание сфокусировано на технологиях. Вышивка любого уровня сложности, окрашивание, эксперименты с тканями и стилем. В экспозиции представлены эксклюзивные экспонаты из запасников итальянских домов моды и частных коллекций. Вот, например, это розовое мини-платье от Версачи, покрытое кристаллами Сваровски, на подиуме представила модель Наоми Кэмпбелл. Самарцы могут увидеть работы от кутюр, принадлежавшие великим актерам, музыкантам и моделям, которые надевали их на красные ковровые дорожки, на премьеры или вручение премий «Оскар». А также культовые образы из известных кинофильмов. Часть экспозиции посвящена смелым исследованиям и экспериментам 20 века. В мраморном зале сейчас царит праздник. Это будет продолжаться три недели. Невероятными нашими усилиями мы смогли уговорить всех тех, кто был задействован в осуществлении этого проекта, представить его в Самаре. И один из аргументов был, что здесь живут самые красивые девушки. Выставка уже была представлена в Пекине, Берлине, Нью-Йорке, Вашингтоне, в Москве и должна была возвратиться на родину. Но благодаря почетному консулу Италии в Самаре Джон Гуидо Бредо и оперативной работе художественного музея она состоялась в Самаре. Делали все очень-очень быстро, потому что демонтировали вот этот висок в Москву, потом отправили в Самару, потом пришли кураторы, которые очень быстро делали все, и сегодня они здесь. Это история. Елена Малетина, Дмитрий Мешканцов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова